Да, главное их количество и то, чтобы их голос не стал превалирующим. А пока что мы все-таки видим совершенно другие действия и благодарны Байдену, администрации, Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Польше и другим странам, которые дают оружие, дают финансы, дают помощь. Судя по тому, что мы видим, мы только быстрее хотим. Но решение кардинально принято Западом о том, что уже никто с ним не сядет договариваться, уже нужно додавливать. Но я сейчас хочу вот с другой стороны... Договариваться, знаете, договариваться могут и сядь, но, знаете, договариваться можно о разном, да? Ну, так если нет, так на здоровье, если он выводит... О том, как ты прекратишь войну, или как ты не просто прекратишь войну, а еще при этом уйдешь на покой. Если он выводит войска из Украины, конечно, можно сесть договариваться. О другом хочу спросить. Евгений Алексеевич, а возможен в России военный переворот? Очень хороший вопрос, очень интересный, спасибо. Вы знаете, я читал не одну публикацию на эту тему, в большинстве из которых проводится такая мысль, что в России не существует традиции участия армии в политике. Что российская армия была всегда, мол, от политики далека, что корпоративный дух в ней слаб, и она не ощущает себя вот самостоятельной, если угодно, кастной обществе. Ну, на самом деле, мне кажется, что это далеко не так. Почему? Потому что традиция, во-первых, существует. Она существует с, как минимум, XVIII века. Весь XVIII век в России, это был век дворцовых военных переворотов. Сколько раз правители в России приходили к власти на штыках гвардии. А потом, ну, кто-то скажет, единственный был случай, когда декабристы вышли на Сенатскую площадь, и это вот была попытка военного переворота. Но, тем не менее, правящий класс был в значительной степени милитаризованным. Послушайте там. Все члены императорской семьи, сам государь и великие князья, все непременно проходили военную службу, получали военное воспитание и образование, имели воинские звания, и, более того, некоторые из них были вполне серьезными военачальниками, как, например, великий князь Николай Николаевич-младший, который был главнокомандующим российской армией во время Первой мировой войны, во всяком случае, в первый ее начальный период. Как, скажем, основатель российской авиации великий князь Александр Михайлович, который в свое время в Севастополе основал военные летные училища, первые в России, первые военные самолеты закупил для России. То есть военная элита в России, государственная элита в значительной степени пересекались. Но потом, послушайте, Троцкий был в значительной степени военным человеком, он, в конце концов, был основателем Красной армии, предпредседателем Реввоенсовета и победителем контрреволюции, ну, я уж так, вот революция, контрреволюция, большевики и белые. Белые армии были разгромлены, нравится ли это кому-то или нет, под общим политическим и военным руководством Льва Давыдовича Троцкого. Давайте вспомним 1937 год. Вы знаете, я не хочу, скажем так, в исторических кругах это считается галимой конспирологией, но я считаю, что у нас нет достаточного количества открытых, находящихся по-прежнему на секретном хранении исторических документов, которые бы опровергли теорию, что все-таки дело Тухачевского, процесс над маршалами и генералами и последующие репрессии в отношении офицерства российского, точнее советского офицерства, не были все-таки ответом на разоблаченный военный заговор. Все-таки такая теория существует, она считается в значительной мере конспирологической, но ее противники очень мало могут чему предъявить в ответ на вопрос, а почему, а как вот было сделано так, что практически... Ну, ни один другой сегмент государственного аппарата в то время не подвергся такой жестокой чистке, как армия. Я все-таки считаю, что что-то там было. Была там какая-то попытка военного переворота. Не знаю уж на каком уровне она была, на каком этапе, скажем так, как она была пресечена, но она была пресечена. Вспомним там вмешательство высших военных в процессы политические, которые происходили в Советском Союзе после смерти Сталина, в конце концов. Кто ликвидировал Берию военные? Хрущев был сам в одиночку вместе там с Молотовым, Маленковым бы и с Кагановичем. Ничего сами не смогли сделать, если бы рядом с ними не было маршала Жукова и лояльных ему офицеров. В 1957 году опять-таки тот же самый маршал Жуков сыграл колоссальную роль в разгроме оппонентов Хрущева, когда вот в 1957 Хрущев опять полностью консолидировал власть в своих руках. Ну и потом военные стали, на мой взгляд, достаточно серьезной корпоративной силой в ходе российской агрессии против Афганистана, вторжения в Афганистан. Они себя почувствовали, на мой взгляд, у меня есть там некоторый опыт, я два года в армии служил, переводчиком в Афганистане, и я видел, как военные начинают осознавать свою корпоративность. А сейчас посмотрите, какая история может получиться. Так, и вот сейчас к самому интересному мы подошли. Военные могут, памятуя то, что все эти традиции, знаете, передаются из поколения в поколение. Вот это я точно знаю. Я знаю, что военные люди интересуются историей, даже если они небольшого умом. Но вот память о прошлом они хранят. Иногда может быть чрезвычайно искаженную. Но хранят, хранят, поверьте мне. Я имею в виду, конечно же, офицеров и генералов. Особенно тех, которые служат в штабах. Вроде там Герасимова. Я думаю, что есть много причин для них быть недовольными. В конце концов, им обещали политики, что их участие в так называемой специальной военной операции будет легкой прогулкой, триумфальной. Этого не случилось. Им не хватало то одного, то другого, то третьего. То есть, они почувствовали, что их информационно подвели ФСБ, этот самый, господи, СВР, служба внешней разведки. Ну, правда, конечно, надо справедливо сказать, что у них своя тоже собственная разведка грубая. И, как говорится, сами виноваты. Но политическое руководство их заверяло в том, что все будет быстро и относительно безболезненно для них. А получилось вот то, что получилось. Ну, так не надо было все эти годы бухать, воровать, наживаться. Ну, знаете, я думаю, что не все бухали, не все воровали, не все выживали. Тем более, что давайте, я хотел бы заметить, а Шойга не профессиональный военный. Да, да. Шойгу в армии случайный человек и утверждает, что многие профессиональные российские военные к нему относятся с презрением и не воспринимают его как своего, понимаете. А я говорю вот именно о некой части военной корпорации, которая сейчас сидит и размышляет. Нас подвели, нас втянули в войну, и на нас хотят сейчас еще повесить. Мы в начальный этап войны потеряли огромное количество профессиональных военных, профессионального кадрового состава. Прежде всего же гибли-то контрактники на этой войне. А сейчас нас пытаются обвинить и повесить все на нас. Смотрите, в какой-то момент, я думаю, что Путин даже испугался. Я думаю, что ему стали докладывать о том, что настроение очень нехорошее, потому что очень недовольны были военные участием кадыровцев. Кадыровцев они не любят по определению еще с времен чеченских войн. Терпят, но не любят. Конечно же, появление вот этого корпуса господина Пригожина, ЧВК Вагдар, с 30 с лишним тысячами уголовников. Вот сейчас вы видели, наверное, появилась статистика, насколько сократилось количество заключенных в системе ФСИН. И назвали цифру, там, по-моему, 33 тысячи. На 33 тысячи сократилось. Я думаю, что профессиональные военные совершенно не рады тому, что рядом с ними воюют какие-то вчерашние убийцы, грабители, бандиты, уголовники. Это для них, я думаю, оскорбительно. Ну и когда себе зэк, бывший зэк Пригожин позволяет не просто оскорблять, а публично просто вытираться. Ну да, но вы посмотрите, что произошло. В какой-то момент генерала Лапина, которого прославлял, можно сказать, в кавычках, не прославлял, а которого грязью обливал, Кадыров действительно отодвинули, а Кадырову демонстративно тоже дали такое же воинское звание, как Лапин, генерал-полковник. А потом вдруг раз, вот совсем недавно, мы узнаем, что Лапин, можно сказать, реабилитирован и назначен главой штаба сухопутных войск. Это среди всех штабов российских армий после генерального штаба самый главный штаб. Это большая очень должность. Это как бы сделано демонстративно, а параллельно с этим понижен Суровикин, которым как раз восхищался Кадыров и ставил его всем в пример. А Суровикина понизили, сделали его заместителем генерала Герасимова. Конечно, все они там, как говорится, одним миром мазаны. Но, понимаете, я допускаю, я допускаю, что попытка может быть. Давайте в конце концов вспомним. 91-й год. Это было уже при нашей с вами жизни, что называется. В 91-м году советские военные, чувствуя, что режим разваливается, приняли участие в военном перевороте. И, кстати, там кто-нибудь мне скажет, ну, послушайте, это не военные в состав вот этого штаба заговорщиков, так называемого ВКЧП, Госкомитета по чрезвычайному положению, входили практически все руководители страны, кроме Горбачёва. Да ещё и не совсем понятно до сих пор, какую роль, как вёл себя Горбачёв, какую роль он играл тогда вот в те критические дни. Я думаю, что не скоро мы всю правду об этом узнаем. Вопросы есть во всяком случае. Но это отдельная тема, очень большая. Но тогда, да, действительно, там и премьер-министр участвовал, и министр внутренних дел, и министр обороны, и руководитель КБ, и кого там только не было. Но я абсолютно уверен, что если бы не было военных, они были там главные. Если бы не было военных, ничего бы не состоялось. И когда министр обороны Язов под давлением части своего окружения принял решение, что мы всё, мы в это больше не играем, мы выводим войска из Москвы, это было утром третьего дня вот этого несостоявшегося, точнее провалившегося переворота, собственно, всё и закончилось. И это было, кстати, примером, подтверждением тому, что только армия могла что-то в этой ситуации сделать. Потому что если бы тогда начали стрелять по толпе из крупнокалиберных пулемётов, то тогда бы я не уверен, чем бы это закончилось. Армия не стала применять силу. Евгений Алексеевич, ну вот если говорить о сегодняшнем дне, но действительно он, Путин, надоел наверняка уже многим в своём окружении, потому что он взял их сытые, богатые, комфортные жизни, жизни их семей, любовниц, детей, просто перечеркнул ради каких-то своих амбиций и целей, но перечеркнул, не показывая, вот там за поворотом следующим будет всем успех. Нет. А уже всем понятно, что за тем поворотом кладбище, на которое Путин едет, но в этой машине находятся все они. И вот неужели это не сподвигнет их, вот вы говорите, военные, хорошо, сейчас взять и его просто убрать от власти и прийти к Западу, прийти к Украине, сказать, лыхые попутов, всё, отдаём вам всё, что нужно сделать, давайте, не хотим ничего. Да вы знаете, я думаю, что с высокой долей вероятности так оно и произойдёт в конечном итоге. Когда я говорил про армию, я не говорил, что армия совершит успешный военный перегород. Я отвечал на ваш вопрос, возможен ли военный переворот. Я говорю, возможен, вполне вероятно, что он провалится, что он не будет успешным. Или, знаете, может быть другой вариант, что в результате военного переворота не будет установлен военный режим. то есть не будет, скажем так, чилийский сценарий, что вот не будет там военной хунты, которая возьмёт власть в руки на долгие годы. А просто такое тоже в истории случалось. Простите, в разных странах мира, когда военные смещали предыдущее руководство страны, а потом передавали власть достаточно быстро тем людям из числа гражданских политиков, которые они были готовы поддержать. власть. Продолжение следует...